Путешествовал автостопом и жил на пожертвовании, которое находил в мечетях. Вот краткая биография задержанного. На лице улыбка и не тени смущения и раскаяния. Что вас вот побудило именно в мечеть залезть? Я не знаю. Ну вы человек верующий? Нет. Не верующий. Городская мечеть Балакова. Сюда в октябре наведался подозреваемый. Только зашел он не как все через дверь. Через вот эти решетки, они были растопырены, где-то сантиметру, как следователь сказал, на 19 сантиметров. Вот он через этот ущел умудрился залезть туда, разбил это стекло. Это было разбито полностью стекло. Проникнув в мечеть, злоумышленник сломал замки на ящиках и похитил все пожертвования. Около 100 тысяч рублей. Задержание подозреваемого в кражах из трех мечетей Саратовской области для сотрудников полиции было делом профессиональной чести. В результате грамотно спланированных действий подразделения и служб органов внутренних дел Саратовской области подозреваемый был установлен. В ходе дальнейших мероприятий были разосланы ориентировки и личным составом ГИБДД Балаковского межмуниципального управления он был задержан. Также отметим неравнодушие и сознательность простых граждан. При несении службы проводились беседы с водителями на стационарном посту города Балакова. Один из водителей пояснил, что подобрал попутчика в районе Платина ГЭС. Подошли, открыли дверь, представились, обратили внимание на схожесть портрета с предполагаемым преступником. Спросили фамилии, имя, отчество, представился фамилией, имя, брата. После чего данный гражданин был задержан и доставлен в дежурную часть города Балакова. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. По версии следствия он может быть причастен к совершению серии аналогичных краж в ряде регионов Российской Федерации. Денис Желтов, Анатолий Чернов. Вести. Дежурная часть. Саратов. Денис Желтов.